Любое резкое движение, потом и уже точно разрыв, потому что все, это уже предел определенный. Минимальное перекрытие мензиновых и актиновых волонов, вот тот вагон саркомер, про который мы говорили вчера, вот в этой электричке нашего мышечного волокна, вот этот один вагончик, если дойти до минимального перекрытия одних волокон, то очевидно, что это уже ненадежная структура. И организм никогда нас не пустит туда, но нам в принципе и не надо. То есть там шпагат какой-нибудь, да, или там глубокий прогиб, он, люди, которые эти асаны делают, значит, что они входят вот в этот какой-то предел и обладают какой-то фишкой, какой-то магией, что вот у них нервная система работает кардинально как-то по-другому, и она отключилась совсем или что-то в этом духе. У каждого человека этот защитный механизм есть, у всех у нас он включается, и на уровне мышечной ткани можно говорить о том, что нас ограничивает не столько сама как бы длина мышцы, да, или нас ограничивает не столько структура, как именно определенный функционал, то есть это можно назвать функциональным ограничением, нас ограничивает именно нервная система. То есть можно сказать всегда, ты можешь глубже, и это будет на самом деле правда, потому что на самом деле на уровне мышечной ткани человек действительно почти всегда может глубже. За редким исключением, о которых мы потом поговорим в теории, когда это, например, уже именно костное ограничение. Вот если в теории через там 10 лет практики, 15-20 лет практики мы занимались-занимались, и допустим, в контексте плечевого сустава, да, дошли до того, что вот рука просто уперлась в кость, то да, там уже мышечных ограничений никаких нет, просто косты уперлась в кость, и дальше попытка освоения асаны, какое-то углубление этого направления подвижности скорее приведет к травме. Но это я сразу проговариваю, это речь о том, что это нужно практиковать там лет, ну минимум 10, чтобы дойти до именно костного ограничения. Обычно человек не доходит до своих костных ограничений, потому что либо бросает заниматься йогой, или по каким-то еще другим причинам, или просто переключается на медитацию, и ему становится как-то в принципе все равно, сидит он в шпагате, не сидит он в шпагате, он просто продолжает практиковать вообще. Но на нашем уровне на данный момент, да, мы можем говорить о том, что во многом наша гибкость ограничена именно вот нервной системой. То есть наша нервная система воспринимает вытяжение точно так же, как если мы, например, подскользнулись на льду, то, что я вчера рассказывал, наша нервная система воспринимает вытяжение как потенциальный риск, как опасность, как стресс. И когда мы тянемся, включается вот этот защитный механизм, и наше тело рефлекторно, автоматически, независимо от нашего желания, сопротивляется процессу вытяжения. Еще раз, это хорошо, что оно это делает. Это правильный, важный, нужный механизм. Но мы можем его определенным образом обойти, можем с этим работать. И на мой субъективный взгляд, само понимание этого механизма очень важно, потому что, если я, например, про это не знаю и только начинаю заниматься йогой, да, что я делаю? Я именно втягиваю себя в асану, я себя тяну, и очень часто, не всегда, но некоторые люди, да, они воспринимают растяжку как то, что им нужно себя перебороть. То есть, да, больно, но нужно перетерпеть, перебороть, нужно себя втягивать. Такой подход имеет место быть, с одной стороны, и нельзя сказать, что он будет совсем неэффективным, потому что есть такие люди, которые так занимались, так практиковали. Я, когда начинал практиковать, тоже так довольно-таки резко себя тянул, да. И, в принципе, можно так тоже добиться каких-то успехов, но с точки зрения вот именно анатомии и физиологии, это не самый эффективный вариант развития событий. То есть, да, можно, да, результат будет, но будет меньше. Если я не ставлю перед собой задачу именно сегодня, сейчас сделать глубокий вариант асану, а вхожу в асану медленно, спокойно, осознанно, работаю с этим процессом, изучаю этот процесс, моя нервная система начинает переучиваться и быстрее адаптироваться к процессу. То есть, если я себя втягиваю в асану, то моя нервная система воспринимает процесс вытяжения как сильный стресс. То есть, я с большим усилием себя тяну, если я в асану медленно вхожу, то это меньше стресс, и тело быстрее будет адаптироваться к этому процессу, потому что, ну, вроде не так страшно и вроде не так опасно, и хорошо, я буду быстрее под этот процесс подстраиваться. То есть, здесь интересный момент в том, что, как можно еще на это посмотреть? Вот те люди, которые ходят в тренажерный зал, они все прекрасно знают, что мышца растет не в момент тренировки. Ты пришел, позанимался, мышца растет во время отдыха. Наша гибкость растет тоже во время отдыха. Как бы это ни звучало. То есть, да, я могу разные фишки сделать, как-то обойти это сопротивление и сделать чуть глубже, но по большому счету приростной гибкости, он происходит не в момент вот именно самой практики. То есть, отчасти да, но и не совсем. То есть, если я все-таки задаю это натяжение периодически, регулярно, систематически, работаю корректно, моя нервная система будет адаптироваться постепенно и перестраиваться. Она не отключится полностью, она всегда будет сопротивляться. Просто у опытного практикующего это сопротивление незаметно, отчасти. Но сопротивляться она будет всегда. И разница, повторяюсь еще раз, вчера про это говорили, что между опытным практиком и начинающим, то, что у опытного это сопротивление незначительное и незаметное, у начинающего это сопротивление ярко выраженное. И если я себя втягиваю, это сопротивление будет сильным. И тело будет сопротивляться этому процессу. Но еще раз, да, то есть, если я регулярно, систематически практикую, то, соответственно, нервная система будет адаптироваться. И не в момент самой практики, грубо говоря, происходит прирост гибкости, а он происходит вообще, в принципе, во все время. То есть, нервная система адаптируется, адаптируется, адаптируется. Она постепенно подстраивается, подстраивается, подстраивается. И в какой-то очередной раз я прихожу на занятие, и хоп, получилось глубже. Ничего вроде бы сильно специального для этого не делали. Просто занимались. То есть, как обычно это у многих происходит. Ну, то есть, вот как механизм, как это происходит. И на уровне садительной ткани, потом мы разберемся, это еще более ярко выражено, еще ярче проявлено. То есть, на уровне садительной ткани увеличение гибкости тоже именно связано больше с процессом отдыха. На уровне садительной ткани там тоже прирост гибкости происходит не в момент самой практики, а именно во время восстановления и отдыха. Но это потом. Соответственно, если мы уже знаем про этот механизм, знаем про то, что мышца будет сопротивляться, мы можем входить в асану уже более осознанно. То есть, я сейчас буду тянуть заднюю поверхность бедра, я знаю, что мышца начнет сопротивляться в момент вытяжения, и я вхожу в асану осознанно, наблюдая за этим сопротивлением. Я знаю, что я уже делал эту асану несколько раз, я знаю, что сейчас будет тянуть заднюю поверхность бедра. Я вхожу в асану, я понимаю, ага, вот насколько сильное это сопротивление. Сейчас еще не сильное, сейчас еще не сильное. А вот сейчас оно уже очень сильное, и тяжело расслабиться, его отпустить. Значит, мне нужно чуть-чуть сделать менее глубокий вариант, запастись терпением, хотя бы на 10-15-20 секунд. Потерпеть, поотпускать и входить не через то, что я себе переборол, а через то, что тело начало адаптироваться и отпускать. И нервная система, то есть мы вчера говорили, это один из факторов. Рефлекс растяжения, по большому счету, он начинает отличаться только секунд через 30. То есть мы задали натяжение, если оно не чрезмерно, только через секунд 30 он начинает отпускать. У опытных, практикующих, это может быть быстрее. То есть человек уже понимает, как работать с телом, и он сразу же направляет свое внимание в целевую мышцу, расслабляет, и все хорошо. Другой момент, то, о чем вчера говорили, и то, с чем будем сегодня работать, в том числе, это пост-изометрическая релаксация. Сейчас тезисно напоминаю, в процессе где-то буду просто обозначать. Вот это пир, вот это пир, вот это пир. Если мы перед натяжением мышцу, если это возможно, преднапряжем в статичном варианте, то потом она будет меньше сопротивляться натяжению. То есть все опять сводится к рефлексу растяжения, вот этому сопротивлению от натяжения. Но если мы преднапряжем мышцу, подержали это преднапряжение, это опять же всегда индивидуальная задача конкретного человека, в том смысле, что нужно не передержать это напряжение, не сделать его чрезмерным. То есть тут, именно в процессе практики, в процессе того, что мы регулярно занимаемся, изучаем свое тело, мы находим свой оптимальный режим напряжения. Насколько сильно я напрягаю. Здесь новичку бывает это еще отчасти сложно, иногда, потому что новичку тяжело градировать. Он либо напрягает по максимуму мышцу, или полностью ее пытается, ну или бы ничего с ним не делает. То есть у него вот этой градации, напряжь на 30, 40, 50, 60 процентов, у него ее не особо сильно, то есть ему тяжело это градировать. Но примерно всегда это в полсилы, то есть не максимальное напряжение. Надо чуть-чуть подобрать, но не полностью. И мы попробуем это тоже поделать, где-то в самих асанах, в которых мы будем тянуться, где-то в связке разных асан. И третий реплекс, про который мы вчера говорили. Если уже в моменте вытяжения, уже в моменте той асаны вытяжения, которую мы делаем, мы будем как-то работать мышцами-антагонистами, то гибкость будет еще выше. То есть еще меньше мышц будет сопротивляться. То есть опять же все равно все сводится к рефлексу растяжения, то есть все равно мы говорим про вот это мышечное сопротивление. Но мы можем обойти этот рефлекс растяжения, сопротивления мышечные еще и через то, что будем работать антагонистами. то есть мышцами противоположными, тем, которые мы тянем. Ну это тоже процесс, я буду где-то акцентировать на этом внимание, что вот сейчас то, что мы делаем, это вот как раз вот этот репет. По ним нет пока вопросов? Хорошо. Удобное положение сидя, начинаем сегодня с положения сидя. Закрываем глаза, садимся в любое удобное положение сидя, скрещены ноги, можно садиться на пятки. Расправляем позвоночник. Тянемся за макушкой вверх. Сейчас буквально пару круговых вращений плечевыми суставами. Плечи назад и вниз, расправляем грудную клетку, расправляем плечи. Плечи расслабляем. И вначале мы просто настроимся на само занятие. Переводим внимание в ноги, в бедра. И отмечаем исходное состояние мышц ног. Если бедра напряжены, пробуем расслабить мышцы. То есть такая условно-локальная шавасана для ног. Расслабляем мышцы и ноги под своим весом тела, под своим весом опускаются ниже. Расправляем позвоночник. Еще раз проверяем, что плечи расслаблены, расправлены. То есть, опять же, для плечевых суставов делаем такую локальную шавасану. Расслабляем мышцы плеч. Горло. Задняя поверхность шеи. Скулы. Щеки. Нос. Глаза. Виски. Точка межброви. Лоб. Затылок. Макушка. Мышцы лица и головы расслаблены. Все лишнее напряжение из тела. Отпускаем. Сейчас перенаправляем внимание к дыханию. Отмечаем, как происходит вдох и виле. Отпускаем дыхание, позволяя дыханию течь естественно. Когда мы наблюдаем за дыханием, не вмешиваться в процесс дыхания довольно-таки сложно. Но мы пробуем просто смотреть на дыхание со стороны, отпустить дыхание, расслабить его и не вмешиваться в процесс дыхания. Мы отмечаем про себя дыхание естественное или сдержанное напряженное. И вот как раз если оно сдержанное и напряженное, мы пробуем отпустить дыхание, позволяя ему течь естественно. Для этого проверяем состояние мышц живота дополнительно. Направляем внимание к животу и отмечаем, в каком состоянии живут. Если живот все время напряжен, то и дыхание будет тоже напряженным, держим. На вдохах мы пробуем расслабить живот. Во время вдоха мягкий живот чуть надувается. Если автоматически включилась мулабанка, сейчас ее отпускаем. Спокойное естественное дыхание. На выдохе живот чуть напрягается, слегка сокращается. На вдохе живот мягкий, надувается. На выдохе живот чуть стягивается внутрь. На вдохе мягкий живот чуть надувается. Редактор субтитров А.Семкин Переводим внимание к самому уму и отмечаем свое исходное состояние ума. Мы смотрим на ум со стороны. Отмечаем, что происходит в уме. Отмечаем, где находится наше внимание. Отпускаем все посторонние мысли. И пробуем изнутри расслабить его. Мы не пытаемся прогнать мысли или блокировать их. Мы позволяем мыслям, естественно, приходить и уходить, все больше и больше расслабляя ум. Смотрим на ум со стороны. Ровная спина, руки на мосты перед грудью. Так же, как мы это делали вчера, вначале мы про себя формулируем свое индивидуальное намерение в практике йоги. Можем вспомнить свою цель, которую на данный момент мы посвящаем в свои занятия. И мысленно сформулировать эту цель про себя и посвятить это занятие, эту практику этой цели. Или, как один из вариантов, мы можем настроиться на то, что мы делаем эту практику, чтобы поддерживать тело сильным и здоровым, чтобы подчинить себе ум и успокоить его, чтобы это тело и ум, с одной стороны, послужили нам на нашем духовном пути, чтобы посредством этого тела и ума мы могли действовать на благо другого. Вдох, руки вверх, вытягиваемся за руками, выдох, опускаем руки обратно на колени. Плечи расправляем, начинаем с уставной гимнастики и готовимся ставить тело к практике. Наклоны головы влево-вправо. Наклоны головы влево-вправо. Даланка лица влево-вправо. Центр, вращение плечевого сустава. В обратную сторону. Из этого положения мягкие прогибы и скругления позвоночника. Вдох, мягко прогибаемся, лицо вверх, выдох, округляемся. В ритме своего дыхания самостоятельно. Вдох, мягко прогибаемся. Вдох, мягко прогибаемся. Сейчас, возможно, нужно быть с этим в шахлобном порядке. Ладони на плечи. Вращаем руками. В обратную сторону. Из этого положения мягкие скругли. Руки перед нами. Большие пальцы заворачиваем внутрь. Одна рука сверху, другой вывернутый замок. Плечи в шее. Выворачиваем замок несколько раз перед собой. Другая рука сверху. Обычный пестевой замок. Сейчас мы разберем по фазам одно упражнение. Потом попробуем его поделать именно в ритме дыхания. Ровная спина. Здесь, опять же, проверьте, что вы не касаетесь соседа. Вот в таком положении рук. Ну, не должны уже. Сверху шахту в порядке. Ладони в намасте. Вдох. С выдохом мы давим ладоню на ладонь. Так, чтобы мышцы груди напряглись. Теперь пупок внутрь, не заламывая поясницы. Руки в диагональ. То есть не в стороны, не вверх, а именно по диагонали. И вот в этой фазе мы именно напрягаем лопатки, держим тонус снизу живота. Сводим лопатки. Должно появиться напряжение сзади, между лопатками и задней стороны плеча. А грудные мышцы чуть потянулись. А теперь выдох, и мы округляем спину, правая рука сверху, максимальное скругление. Вдох. Нет, вдох, просто вертикальное положение, ладонь к ладоню. Выдох, давим ладони на ладонь. Можно шипящее. Пупок внутрь, не заламывая поясница, руки в диагональ, вдох. И здесь должен появиться тонус мышц сзади плечевых суставов, а грудные чуть натянуться. Выдох, левая сверху, правая снизу, округляемся. Вдох, исходная ладонь к ладони. Выдох, давим ладони на ладонь. Так, чтобы напряглись грудные. Пупок внутрь, вдох, руки в диагональ, не заламывая поясницу, раскрываем грудную клетку. Выдох, правая сверху, левая снизу. Вдох, исходная ладонь к ладони. Выдох, давим ладони на ладони. То есть это преднапряжение, напрягли мышцы. Здесь вдох, раскрываем грудную клетку. Мышцы натянулись, постизометрическая релаксация. Выдох, левая сверху, правая снизу, округляемся. Вдох, центр, ладонь к ладони. Выдох, давим ладони на ладони. Принапряжение. Пупок внутрь, вдох, руки в диагональ. Мышцы сзади напрягаются, это реципрокное торможение. Выдох, правая сверху, левая снизу. Вдох, центр, выдох, давим ладони на ладони. Пупок внутрь, руки в диагональ, вдох. Выдох, левая сверху, правая снизу. Еще по разу, вдох, исходный. Выдох, давим ладони на ладони. Пупок внутрь, руки в диагональ, раскрываем грудную клетку. Выдох, правая сверху, левая снизу, округляемся. Растягиваем лопатку. Последний раз, вдох, центр, ладонь к ладони. Выдох, давим ладони на ладони. Пупок внутрь, вдох, раскрываем грудную клетку, напрягаем мышцы между лопатками. Выдох, левая сверху, правая снизу. Исходно. Руки в стороны. Вдох, толкаем руки от себя. Выдох, выдох, правая сверху, левая снизу, гамукхасан. Сохраняем ровную спину. Вдох, руки от себя толкаем. Выдох, левая сверху, правая снизу, гамукхасан. Вдох. Вдох, выдох, правая сверху, левая снизу. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще по разу. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Хорошо. Расплетаем ноги. Опираемся на присвлечье. Упражнение странное отчасти, но оно нужно, чтобы разогреть забедренные суставы, смазать сустав, подготовить его к практике. Мы вращаем ноги в разноименных направлениях. То есть одно бедро вращается внутрь, другое вращается наружу. Хотя бы как-то вращается, если непонятно, как можно вращать одну внутрь, а другое вращается. Меняем направление. Понятно, что там, допустим, можно одной ногой вращать. Ну, а скучно в опытной практике. Чуть более сложное упражнение. Велосипед. В обратную сторону. Садимся на коврик. Ноги в ройс. Руки в любом положении вращения стопа. В обратную сторону. Хорошо. Когда мы резко тянем мышцу, уже говорили, да, резкое сопротивление, и, например, вот всевозможные динамические растяжки, они вот с этой точки зрения не очень эффективны, потому что мы резко динамически вытягиваем мышцу, рефлекс не переучивается. Но если мы поделали динамическую растяжку, а потом, например, закрепили это статикой, именно просто вытяжением, то все хорошо, проблемы нет. В динамической растяжке есть один, например, один из плюсов интересных, то, что когда мы резко вытягиваем мышцу, включается рефлекс растяжения, мышца чуть сопротивляется. И, казалось бы, мы делаем что-то неправильное, но в этот момент мышца сокращается, и она выделяет тепло. А мы говорили уже о том, что чем мышца лучше разогрета, тем она меньше сопротивляется вытяжению. И иногда, например, какие-то динамические вытяжения не имеют места быть, допустим, как элемент разогрева. Потянули резко мышцу, в динамике она разогрелась, потом уже закрепили это статикой. Мы вчера с вами это делали, сейчас просто я объясняю, почему мы это делали, и мы сейчас это закрепим. Скрещиваем ноги, перекатываемся через скрещенные ноги, выходим в собаку мордой вниз, и шагаем правой ногой вперед. Левая нога на носке, правая рука на правом бедре левой рукой, упираемся в левую ягодицу, кухолку внутрь, мягко в динамике пролицаем тазу внутрь. То есть вот сейчас в динамике мы натягиваем мышцу поддошно-поясничную, прямую, переднюю поверхность бедра левого. Мышцы из-за того, что это динамическое вытяжение сопротивляется, но при этом выделяет тепло. Плюс для, вот то, что вчера уже говорили, для соединительной ткани это тоже по-своему будет полезно, если мышца была зажата, предположим, это даст ей, даст соединительной ткани дополнительное скольжение, чтобы ткань лучше скольбила относительно друг друга. Разворачиваемся влево, левая нога на пятке, правая нога стогнута, вчера мы это тоже делали, правой рукой прямой или локтем отталкиваем от себя правое бедро, в динамике провисаем тазом вниз, отталкивая постепенно дальше и дальше правое бедро от себя. Разворачиваемся вперед, собака мордой вниз, выдох, левая нога вперед, правая на носке, левая рука на левом бедре, правой рукой упираемся в ягодицы, в динамике провисаем тазом вниз. Разворачиваемся вправо, правая рука на полу, левой рукой прямой или согнутой отталкиваем левое бедро от себя, в динамике провисаем тазом вниз, отталкивая бедра. Разворачиваемся вперед, собака мордой вниз, подшагиваем ногами к рукам и теперь уттанасана в динамике. Ноги чуть-чуть сгибаем, стопы наши нету забедренных суставов, захват за локти, выталкиваем ягодицы, седалищные бугры назад и вверх, в динамике наклона. Можно с прямыми, если это легко, или можно чуть сгибать, если на ком пока тяжело держится. Поднимаемся. Мы прошлись по основным суставам тела и еще дополнительно прочистим легкие. Удобное устойчивое положение. Большие пальцы в кулаках, один цикл в кастрики. На вдохе локти назад, выдох, кулаки вперед. Активно дышим, активные вдохи, активные выдохи, малобанка, как мы видим. Продолжение следует... Поехали. Поехали. Продолжение следует... Глубокий вдох Полный выдох в наклоне Задержка дыхания И, соответственно, кто делает брюшные манипуляции, делаем удья на банку В период критических дней либо пропускаем, либо можно просто подержать задержку, не втягивая живот Отпускаем живот до выдоха Поднимаемся в дом И выдох Подходим ближе к переднему краю куврику Ноги вместе, руки в намаста Макушка вверх И, опять же, чтобы дополнительно разогреть тело, мы выполним вариацию намаскара Подобную той, которую мы делали вчера, но с некоторыми изменениями Макушка вверх, плечи от шеи Восстанавливаем дыхание, если дыхание взбилось Переходим на шипящее дыхание, до выдоха Шипящий вдох Нижняя челюсть при этом расслаблена Шипящий выдох Вдох Выдох Вдох 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 наклон выдох уттанасана из наклона прогибаемся вдох бакасана или стойка на руках выдох здесь вдох чатуранга выдох правая нога вперед левая на носке вертикальное туловище замок рук наружу вдох плечи от шеи чатуранга выдох левая вперед правая на носке вертикальное туловище вдох замок наружу куху внутрь чатуранга выдох лопатки расправляем продолжаем дышать шипящим плечи уводим от шеи отталкиваясь руками от пола толкаем таз больше в сторону ног с очередным выдохом смотрим на ладони прыжком или шагами ногами перемещаемся к рукам из наклона прогибаемся вдох наклон выдох сгибаем ноги в коленях уттанасана вдох замок наружу выпрямляем ноги на мосты повторяем наклон выдох уттанасана из наклона прогибаемся вдох бакасана ли столько на руках выдох здесь вдох чатуранга выдох а тхамукашванасана выдох правой ногой вперед левая пятка на полу справа руки вперед и вверх замок наружу чатуранга выдох от хамукашванасана выдох левая вперед правая пятка на полу справа руки вперед и вверх замок наружу вдох чатуранга выдох уттанасана вдох и от хамукашванасана выдох плечи и шеи расправляем лопатки то есть здесь вот этот момент плечи и лопатки да это стоит себя себя проверять помнить об этом потому что если мы здесь будем зажимать шею это с одной стороны будет ухудшать кровоснабжение впоследствии головного мозга шея зажата и на психоэмоциональное состояние что же будет для на моглах лет потому что эти все блоки и зажимы будут поддерживаться в области шеи с очередным выдохом смотрим на ладони прыжком или шагами ногами перемещаемся к рукам из наклона прогибаемся вдох наклон выдох сгибаем ноги в коленях откатасана вдох замок наружу пуху внутрь и выпрямляем ноги на мосты перед выдох последний третий повтор его ноги в коленях откатасана вдох замок наружу наклон выдох уттанасана из наклона прогибаемся вдох смотрим вперед пока ты на листойка на руках вы здесь вдох чатуранга выдох повод хамукашванасана вдох упок плечи от хамукашванасана выдох собака можно видеть сейчас внимательно мы шагаем вперед правая нога левая на носке и здесь именно и делается элемент скрутки как приведет апаршваканасана и грудь вправо но руки вперед и вверх замок наружу вдох чатуранга выдох урт хамукашванасана вдох от хамукашванасана выдох левая нога вперед правая на носке грудь влево замок наружу вперед и вверх вдох ноги активны чатуранга выдох урт хамукашванасана вдох и адхамукашванасана выдох с очередным выдохом смотрим на ладони прыжком или шагами ногами к рукам из наклона прогибаемся вдох наклон выдох сгибаем ноги в коленях уткатасана вдох замок наружу выпрямляем ноги намасте перед грудью ноги вместе ладони перед грудью намасте локти в стороны вдох пупок внутрь мулаванха выдох садимся на невидимый стул позади себя левый локоть за правое бедро паршвуд катасана вдох сохраняем положение левого колена фиксируем колени выдох разворачиваем грудь вправо плечи от шеи макушка продолжает линию позвоночника макушки тянемся как бы вперед плечи от шеи грудь больше вправо следим за коленями раскручиваемся вдох центр выдох опускаем руки перед собой на пол в упрощенном варианте бакасана в усложненном варианте эко пада бакасана левая нога вверх можно например вначале выйти в обычную бакасану но колени именно лучше сверху насколько это возможно наклоняем голову ниже пробуем левую ногу снять и хотя бы в этом задержаться полном варианте левая нога согнутая вверх или левая нога прямая вверх кому можно перевернуть опускаем голову на пол обе ноги вверх на два дыхания сша сана 2 чатуранга выдох уртхамукашванасана вдох адхамукашванасана выдох прыжком или шагами ногами к рукам из наклона прогибаемся вдох наклон выдох прямые ноги прямая спина руки вверх вдох выдох на маска локти в стороны вдох пупок внутрь малабанха выдох садимся на невидимый стул правый локоть за левое бедро вдох проверяем положение правого колена фиксируем колени выдох разворачиваем грудь влево плечи от шеи пошел вкататься а а вдох разворачиваемся вперед опускаем руки перед собой вы и снова либо обычная показала либо это пада бакасана правая нога вверх кто делал перевернута пускаем голову на пол на два дыхания сша сава 2 это точно про шпагаты собака мордой вниз выдох прыжком или шагами ногами к рукам вдох наклон выдох прямые ноги прямая спина выдохнули переплетаем пальцы рук замок рук вниз садимся на невидимый стул вдох руки вверх плечи от шеи в усложненном варианте поднимаемся на носки пятки как можно выше опускаем пятки руки опускаем перед собой сейчас снова бакасана но немножко как сказать не то чтобы не обычный вариант обычный вариант бакасана но в бакасане пятками активно тянемся к ягодицам чтобы задние поверхности бедер дополнительно напряглись выходим в любой вариант бакасаны который нам доступен в бакасане пятками тянемся к ягодицам опускаем ноги а теперь уттанасана наклон чуть сгибаем ноги в колени из этого положения вдох мягко прогибаемся глаза в нижброви выдох выпрямляем колени толкаем низ живота к бедрам ногу плечи от шеи если прямыми ногами спина сильно сгибается можно делать с подсогнутыми тянемся с животом к бедрам мягко толкаем низ живота к бедру задней поверхности бедра расслабляем хорошо приподнимаемся руки перед нами вдох мягко прогибаемся чатуранга выдох уртхамукашванасана вдох адхамукашванасана выдох вдох планка выдох правое бедро к животу плечи от шеи левая пятка тянемся назад вверх вес тела на правую руку грудь влево вдох правая нога остается согнутой в воздухе расправляем лопатки вверх 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 расправляем и левый и правый бок выдох вверх левой рукой скользим по левой ноге мягко вытягиваем правый бок в туловище из под руки взгляд вверх вверх как вариант небольшого усложнения пробуем правой рукой сверху через вверх затупиться за левую подмышку и раскрывать грудь больше вправо вверх поднимаемся вдох разворачиваемся вперед вверх 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 выдох левое бедро к животу вверх 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 вес тела на левую руку грудь вправо вдох левая нога согнутая внизу перед нами таз, плоскости с грудной клеткой вверх Колено левое опускаем под левый тазобедренный, поднимаемся Левый тазобедренный сустав над левым коленом Носок правой ноге, относительно нас вперед Внешнее ребро правой стопы к полу Правая рука на правом бедре, вдох Левая рука вверх, расправляем и правый, и левый бок туловища Выдох правой рукой, скользим по правой ноге Левой рукой тянемся вправо Мягко вытягиваем левый бок, взгляд из-под руки Кто делает захват? Подмышку, захват подмышку Поднимаемся Разворачиваемся вперед, выдох четверонга Ух, хамука шланаса на вдох Ахамука шланаса на выдох Прыжком или шагами ногами к рукам Из наклона прогибаемся вдох Наклон, выдох Прямые ноги, прямая спина Поднимаемся, руки вверх, вдох Выдох, намастэ Ноги вместе Еще один подход, тут катасана Переплетаем пальцы рук, замок, рук вниз Садимся на невидимый стул, вдох Руки жмем назад Сохраняя тонус низа живота Здесь на носке не надо подниматься Легкий тонус низа живота Не заламывая поясницу Пробуем уводить руки дальше, назад Раскрывая больше, таким образом, грудную клетку Выправляем ноги, выдох Руки опускаем Стоим на правой ноге Захват за левое колено Стоим на правой, захват за левое колено Плечи и шеи Правую выправляем макушкой вверх Выдох, тянем левое бедро к животу Здесь сейчас лучше найти какую-то неподвижную точку Не прямо под собой, а чуть-чуть перед собой И заступиться за нее взглядом Вдох Выдох, начинаем отклоняться назад Плечи и шею Держимся взглядом за неподвижную точку И здесь при себя обращаем внимание на то, что по факту, если посмотреть сбоку, мы прогнулись И мы сделали прогиб из положения стоя И он относительно нашего уровня достаточно неплохой и глубокий Но мы не ощущаем никакого дискомфорта в пояснице при этом Хотя это прогиб Это связано с тем, что провернулся определенным образом таз, мы тянем бедро на себя И поясница как бы распрямляется Это прогиб со стороны Но по факту мы чувствуем себя за ноги комфортно И в правой ноге мы можем почувствовать, что вытягивается вот именно пеяние прямо в правую таза бедро Отшагиваем левую ногу назад Широкий шаг Вариация отхида паршер-ханаса Правая ладонь изнутри от правой стопы Максимально широкий шаг Правая колена над пяткой Внешний ребра стоп к полу Как будто бы хотим разорвать коврик Грудь влево, левая рука вверх Руки в намасте перед грудью И правый локоть поднимаем до уровня с правым бедром Сохраняя колено правое над пяткой Отталкиваясь правым локтем Разворачиваем таз больше влево Грудь влево, кухок внутрь В усложненном варианте тянемся руками вперед и вверх Расправляя правый локт в кулуище Астронгисты, уплазненную грань Опускаем руки изнутри от ноги Провисаем тазом вниз Опускаем колено левое на пол Левая рука влево Вес тела на левую руку Провисаем тазом вниз Выдох правой рукой Отталкиваем правое бедро от себя Правая стопа на внешнее ребро И здесь очень важно Грудь и таз в одной плоскости находимся Не нужно разворачивать грудь больше Кухок внутрь Провисаем тазом ниже Под весом тела мягко-мягко провисаем тазом вниз Это базовый вариант И можно остаться в нем Или сгибаем левую ногу Но очень важно сейчас То есть здесь, когда мы начнем сгибать ногу Есть тенденция такая, что Начинает таз приподниматься Мы должны этого избежать сейчас Мы провисаем в первую очередь тазом Потом сгибаем ногу Кухок внутрь Правой рукой через право Захват за левую ступню Не поднимая таза вверх Вдох И с выдохом тянем пятку к ягодице И опять же Когда мы тянем пятку к ягодице Здесь снова хочется приподнять таз Лучше отпустить пятку И провиснуть тазом ниже И потом только тянуть пятку Здесь специфическая получается анатомия В плане того, что Когда мы тянем пятку к ягодице Таз чуть ли поднимается Мы теряем вытяжение поддожки Но нам все равно больно Потому что передняя поверхность бедра тянется Это здорово Она тянется Но поддожка не тянется Поэтому в первую очередь провисаем тазом вниз Потом только тянем пятку Здесь просто ради интереса Как можно дополнительно поработать Можно отпустить ногу И попробовать ногу Подтянуть к ягодице ближе Без помощи руки Легкий тонус задней поверхности бедра Так, чтобы не сводило мышц Продолжая так работать ногой Рукой добавляем Опять же, если все правильно сделать Нога будет достаточно ощутимо ближе Это как раз эффект Рецепропного торможения Мы напрягиваем мышцы антагонисты Отпускаем ногу Руки по сторонам от правой ноги Опять же, мы сегодня сделаем еще один подход на хануманасану И в том числе, как подводящее упражнение Чтобы закрепить Вспомним вчерашнюю работу с преднапряжением Варха хануманаса Откатываемся на левое колено И вначале чуть сгибаем правую ногу Плечи от шеи И уже помним про преднапряжение И так далее и тому подобное Пятку правую Цепляемся ей за пол И затягиваем пятку под себя Правая нога подсогнута Вдох, мягко прогибаемся Глаза в межброви Здесь дышим Вдох А теперь выдох Толкаем ногу от себя Выпрямляем правую ногу Ниже живота Толкаем к бедру Голова слева Тони, плечи от шеи Правый бок Туловище расправляем Внутри асаны Правый бок Толкаем от себя Если живот Если живот еще не достает до беда Лучше остаться в этом В этом варианте асаны Держать его Если вы легко сделали наклон Как вариант усложнения Сгибаем правую ногу Переносим вес тела на правую ногу Левая ладонь под левое плечо Правая согнута Правая рука За правую голень И здесь Вдох Расправляем живот Смотрим вперед Мягко прогибаемся Выдох Выпрямляем правую ногу Смотрим вниз Толкаем левую ногу вверх Таз можно разворачивать Сейчас в сторону Если хочется Плечи от шеи Кто ногу поднимал Продолжаем ее держать Продолжаем ее держать А те кто делает Просто наклон с ноги Разгибаем правую ногу Кто делает наклон к ноге Все приподнимаемся На правую ногу Кто поднимал ногу Опускаем ее Все делаем Паривлита архачандраса Правая нога подсогнута Ладони под плечи Пяткой левой Тянемся назад Таз параллелен с полом Опорную ногу Мягко выпрямляем Аккуратно Избегая переразгиба Левая ладонь Под левое плечо Пальцами влево Вдох Грудь вправо Правая рука вверх Макушкой вперед Плечи под шеей Пяткой левой Тянемся назад То есть Левую пятку Отталкиваем от себя Назад Макушкой Тянемся вперед А если Подсгибать Лучше подсгибать Ну то есть Лучше здесь Подсгибать Чтобы не Перетягивались Соответственно Связки Коленного сустава То есть И работать Вот с этой Стабилизацией Постоянно Отшагиваем Левой ногой Назад Приподнимаемся Разворачиваемся Влево Исходное положение Которое мы делали В самом начале Вот этот поперечный выпад Правая нога согнута В колене Левая нога На пятке Носком вверх Левая ладонь На полу Правая ладонь По центру правой голени Локтем правым Упираемся в бедро Или если вы знаете Что вам легко В таком варианте Можно сразу же Прямую руку Отталкивать бедро И опять же Здесь тоже Можно поработать С преднапряжением И вытяжением Сейчас мы Давим Правым коленом Правым бедром На правую руку А правой рукой Отталкиваем От себя правое бедро Так что Во внутренней поверхности бедра Особенно правой ноги Напряглись Понятно что делаем Да? Да Встречная До Теперь с выдохом Расслабляем Внутренней поверхности бедер Провисаем ниже тазом Отталкиваем Правое бедро От себя дальше По второй подход здесь Ослабляем натяжение Так чтобы мышцы не тянуло И снова встречное движение Снова правой ногой Давим на правую руку Так что Внутренней поверхности бедер Напряглись Только еще один подход Сейчас Подержали напряжение Выдох Расталкиваем Ноги Еще раз Что мешает? Внутри Внутри самой Внутри самой этой асаны Продолжаем удерживать Это положение Отпускаем Правую ногу И теперь Пробуем Углубить асану Без помощи рук То есть Чисто Именно работая Одними ногами Пробуем сделать Глубже И когда мы это делаем Мы почувствуем Что автоматически Напряглись Ягодицы И внешней поверхности Бедер Продолжая Держать тонус Этих мышек Снова Правой рукой Отталкиваем От себя Правую ногу Еще чуть-чуть Не переживайте Это еще даже Не самоконасан Она тоже Сегодня будет Разворачиваемся Вперед Колено левое Опускаем на пол Перекрещиваем Беды Садимся Между пяток Садимся Между пяток Руки в стороны Левое вверху Правое внизу Дома вверху Если обычный Замок Легко получается Пробуем Более глубокий Замок И здесь Как вариант Усложнения Если нужно Можно специально Скруглить спину И тянуться Головой Лбом В колено Чтобы Округлая спина Как бы Выталкивала Руки В результате Руки Ноги перед нами Скрычены Отклоняемся Отклоняемся Правая нога Сверху Чуть Отклоняемся Назад Цепляемся Руками Под ноги Нижние Ребра Вперед Ноги Приподнимаем Руки Над полом Нижние Ребра Вперед Низ живота Вперед Выпрямляем Ноги Давим Ногой На ногу То есть Вот это Движение Нажимаем Ноги В полусилы Нечрезмерно Нижние Ребра Вперед Внутренние Поверхности Бедер Должны Напрячься Но Нечрезмерно Не так Чтобы Их Сводят Пятки К паку Левой Рукой Упираемся В левое Бедро Правая Рука Правая За спину Разворачиваемся Вправо Вдох Выдох Отталкиваем Левой рукой От себя Левое Бедро Наклоняемся К правой Ноги Насколько Это возможно Животом Тянемся К бедру Левой рукой Отталкиваем От себя Левое Бедро Внутри Этой Асаны Самой Пробуем Силой Семьих Ног Толкнуть Колени Вниз К полу То есть Не только Рукой Расталкивать Ноги Но и Ногами В пол Силой Работать И толкать Самими Ногами Колени Вниз И здесь Опять же Может быть Такой Очевидный Эффект Что Ноги Были Вначале Расслаблены Но просто Расталкивали Ноги Если мы Дополнительно Толкнем Колени Вниз Чуть Чуть Глубже Ставим Хотя Вроде Был Предел То есть Нужно Натрять Внешнюю Поверхность Федрогера И толкнуть Колени Внизу И поднимаемся Снова Гомукхаса На второй Повтор Правая Сверху Левая Снизу Только Уже Здесь Делаем В этом Положении Скрутку Вытягиваемся В длину Разворачиваемся Вправо Правая рука За спину Левая рука За бедра Вдох Макушка Вверх Выдох Больше Скрутка В осложненном Варианте Правой рукой За спину Захватываемся За правую ступню Левой рукой За левую И в таком Положении Включаем Вдох Смотрим Вперед Раскручиваемся Выпрямляем Левую Ногу Правая рука Под правую ногу Левую Подсгибаем Руки По сторонам Вдох Выдох Выпрямляем Левую Приподнимаем Таз на пол Если это легко Левая нога Воздухе Плечи В отшивке Если это легко Получилось Не касаясь Ногой пола Пробуем Левую ногу Нести назад Экопадок Левую ногу Все пробуем Вести ногу Назад Шатуранга Дандаса Уртхамукашванасана Вдох Атхамукашванасана Выдох Прыжком Или шагами Ногами К рукам Из наклона Прогибаемся Вдох Наклон Выдох Прямые ноги Прямая спина Поднимаемся Руки вверх Вдох Выдох На остатке Пупок Мулабанха Переплетаем Пальцы рук Замок Рук Низ Садимся На невидимый Стул Руки Вверх Вдох Держим Тонус Низ Низ Живота Не Заламывая Полесниц Руки Пробуем Вводить Дальше Назад Пупок Выпрямляем Ноги Выдох Ноги Наши Риня Тазобедрены И теперь Мы стоим На левой Ноге Правое Бедро Подтягиваем К себе К животу Плечи Шеи Макушка Вверх Снова Находим Взглядом Неподвижную Точку Но не Прям Под собой А чуть-чуть Перед собой Потому что Когда мы Отклонимся Чтобы нам Было Точку Видно Хорошо Вдох Выдох Вместе С бедром Начинаем Отклоняться Назад Плечи Лучше Уводим Правую Ногу Назад Широкий Шаг Левая Ладонь Изнутри Левой Стопы Максимально Широкий Шаг Носок Правой Ноги Вперед Чуть Внутрь Очень важно Мы проверяем Колено Левое Над пяткой Плечи Удше Грудь Вправо Вдох Лопатки Расправляем Теперь Выдох Руки В на масте Перегрудью Поднимаем Локоть Левый На уровень С бедром Колено Над пяткой Грудь Разворачиваем Вправо Таз Вправо И соответственно В усложненном варианте Руки Вперед Вверх Опускаем руки Изнутри От ноги Провисаем Тазы Вниз Опускаем Колено Правое Правая рука Вправо Вдох Выдох Левой рукой Отталкиваем Левое бедро От себя Левая нога На внешний Ребро Стопы Провисая Тазом Вниз Как вариант Усложнения Можно остаться В этом варианте Или в усложненных Левая рука Через лево Сгибаем Правую ногу Левой рукой Захват За правую стопу Выдох Пятка К ягодиц Провисая Ниже Таза На всякий случай Напоминаю Не так важно Близко потянуть Пятку К ягодицы Как важно В первую очередь Провисим тазом Вниз По крайней мере Именно в контексте Работы с Хануманасаной Можно иногда Специально Поднимать таз И именно тянуть Переднюю поверхность Бедра Но в контексте Работы с Хануманасаной Такой вот вариант Более актуален И опять же Можно ради интереса Попробовать Вот эту дополнительную работу Отпустить ногу Потянуть Без помощи Руки Пятку К ягодицы Сохранив Эту работу Левой рукой Тянем ближе Пятку То есть Это будет снова Вариант Рецепрокного Торможения Отпускаем ногу Руки по сторонам От левой ноги Откатываемся На правую ногу Левая нога Подсогнута Расправляем Левый бок Пяткой Левой Цепляемся За коврик Затягиваем Коврик Под себя Мягко Прогибаемся Взгляд Межброви Вдох Выдох Выпрямляем Ногу Ниже Живота Толкаем К ведру Пятку Толкаем Как будто бы От себя Плечи От шеи Наблюдаем За процессом Натяжения Разслабляем Задим Поверхность Бедра То есть То что Мы Перед Под оба Прогибались И тянули Пятку Под себя Это было През напряжение То есть Постозаметическая Лаксатса По-научному То что Внутри Асаны Мы тянем Коленную чашечку На себя И толкаем Низ Живота К бедру Это уже Внутри Асаны Рецепроптное Торможение Соответственно Кто на Предыдущую сторону Ухлаждал Тебе жизнь Сгибаем Левую Ногу Вес Тела На левую Ногу Правая Ладонь Под правое Плечо Левая Рука За левую Голь Левая Нога Подсогнута Расправляем Живот Вдох Мягко Прогибаемся Выдох Выпрямляем Левую Натлон Правую Толкаем Вверх Кто наклонялся К ноге Все Сгибаем Левую Ногу Соответственно Кто поднимал Ногу Правую Ногу Опускаем До Параллель С пол Все Встаем На левую Ногу Стоим На левой Ноге Ладони Под плечи Париврита Арха Чандрасана Правую Пятку От себя Назад Левую Выпрямляем Избегая Переразгиба Правая Ладонь Под правое Плечо Пальцами Вправо На вдохе Грудь Влево Левая Рука Вверх Макушка Вперед Пятку Правую От себя Толкаем Назад Мышцы Лицей Расслаблены Плечи Шею Отшагиваем Правой Ногой Назад Приподнимаемся Разворачиваемся Вправо Поперечный Выпад Правая Ладонь Под правое Клечо Левую Ногу Сгибаем В колене Колено Левое Над пяткой Правая Нога На пятке Над стом Вверх В левой Ноге Стремимся К углу 90 градусов Или Левым Локтем Изнутри Упираемся В бедро Или Прямой Рукой Упираемся В бедро Теперь На вдохе Давим Коленом На руку Преднапряжение Внутренней поверхности Бедер Напрягаем Здесь Можно Чуть Подышать Выдох Еще Один вдох А теперь На выдохе Расталкиваем Ногу Наблюдаем За процессом Вытяжения Мы помним О том Что Мышцы В ответном Вытяжении Сопротивляются Этому Процессу Мы не допускаем Чрезмерного Сопротивления Спокойно Дышим Болезненные Ощущения Отпускаем Насколько Это возможно Снова Преднапряжение Внутри Ослабляем Натяжение И снова Вдох Давим Ногой На руку Пол силы Так чтобы Внутренней поверхности Бедер Напряглись А теперь Выдох Расталкиваем Ноги Сейчас ноги Полностью Расслаблены И соответственно Внутри Асаны Здесь тоже Можно работать С рецепропным Торможением Отпускаем Ногу То есть Это не обязательно Это просто Чтобы прочувствовать Что конкретно Надо сделать И пробуем Углубить Асану Без помощи Руки Для этого Автоматически Напряглись Внешние поверхности Бедер Сохраняя Этот тонус Левой рукой Отталкиваем Левое бедро Дальше От себя И сейчас Мы расталкиваем Ноги Как бы Двумя силами И силой Руки И Ногами И вот Эта дополнительная Работа Ногами Даст нам Рефлекторное Расслабление Тех мышц Которые тянулись Приподнимаемся Разворачиваемся Вперед К левой ноге Опускаем Колено Правое На пол Левая Нога Поверх Правой Гаму Хасана Руки В стороны Теперь Правая Сверху Левая Снизу Обычный Замок Или Если получается Более глубокий Замок То На предыдущую сторону Делаем наклон На выдохе Наклон Тянем Солбом Корректор Поднимаемся Расплетаем Расплетаем Ноги Перед собой Согнуты То есть И снова Батхакасана Асана Которая Часто Называется Асана На раскрытии Тазобедренных Раскрытие Это позорное Слово Потому что Оно ничего Не обозначает Абсолютно Ничего Не значит Раскрытие И что это такое Вообще Непонятно С точки зрения Анатомии Это асана Которая С одной стороны Участвует Именно Это работа С отведением Тазобедренных Суставов И с вращением Тазобедренных Суставов Вращение Наружу И соответственно Вот мы работаем В данном контексте Нам интересно Именно в аспекте Отведения Как подведящее К самоканасу Руки Под бедро Отпоставляемся Назад Нижний ребр Вперед И нам сейчас В контексте Работы Самоканаса Нужно напрячь внутренней поверхности Бедер В полсилы Чтобы потом Эффективнее потянуть Приподнимаем ноги Низ живота Вперед Руки вперед Выпрямляем ноги По возможности Ногами давим Друг на друга В полсилы То есть здесь Вот опять же Это актуально Можно давить Сильно ногами Но тогда Мышца скорее всего Сведет В полсилы Легкое напряжение Пятки к папку И здесь опять же Не нужно держать Очень долго То есть если Хочется получить Именно эффект Пост-изометрической Релаксации То удержание Короткое Буквально 2-4 Дыхания максимум Разворачиваемся К левой ноге Правой рукой Правое бедро От себя отталкиваем Вдох Выдох Животом Тянемся К левому бедру Внутри самой асаны Можно дополнительно Столкнуть колени вниз То есть попробуйте Попробуйте напрячь Чуть-чуть ноги И не просто руками Расталкивать Рукой расталкивать Ноги А именно самими ногами Толкать коленями С пол То есть опять же По желанию Можно отпустить ногу И попробовать Углубить асану Без помощи рук Без помощи руки Потом опять же И рука И ноги вместе Теперь поднимаемся Снова левая нога Сверху Право-снизу Здесь уже больше Как компенсация После вытяжения Вытягиваемся Вдох Разворачиваемся Влево Правая рука За бедро Левая рука За спиной То дело Захвата За спиной За левой Сверху То дело Захвата За спиной За ноги Захваты В своем варианте Дальше Еще один вдох Расправляем позвоночник Выдох Больше скручиваемся Вдох Вдох Сверху Раскручиваемся Выпрямляем Правую ногу Левая рука Под левое бедро Руки по сторонам От туловища Локти назад Правую чуть сгибаем И теперь выдох Приподнимаем таз Плечи от шеи Лопатки назад Если это легко Понимаем правую ногу Держим пока И соответственно Кто пробовал Капада Кангинясана Пробуем Не касаясь Правой ногу Правую ногу Идти назад Левая влево Правая назад Читаранга выйдет Уртхамукашванасана Вдох Атхамукашванасана Выдох Держим собаку Можем Немножко Управливаем Дыхание Шагаем правой ногой вперед Ах Очень раз Вот и полумесяц Вес тела На правую ногу Правая ладонь Под правое плечо Опорная нога Согнута Вначале Поднимаем левую ногу Выше параллели с полом Грудь разворачиваем Влево Левая рука Вверх Опорная нога Согнута И в согнутой ноге Мы пробуем Коленную чашечку Правой ноги Подтянуть на себя Когда мы это сделали Появился тонус мышц Вокруг колена Сохраняя этот тонус мышц Выдох Аккуратно Выпрямляем правую ногу Избегая переразгиба Разворачиваем таз Больше влево Пупок внутрь Нижние ребра внутрь Можно тянуться рукой Вперед и вниз Продолжая линию Левого в боку В усложненном варианте Правая рука На правую голень Левую ногу Отшагиваем назад Опускаем ее на пол Болг Болг Который мы вчера С вами делали Внешнюю поверхность Правого бедра Опускаем на пол Заваливаемся на правое бедро Мы потом сделаем Классический вариант болга Мы так сделаем Еще вчерашний Для опять же Улечения подвижности Правого коза берега Колено правое 90 градусов Правая рука Вправо Вдох Фиксируем правую ногу Выдох колено левое Разворачиваем вниз Грудью тянемся К центру голени Отталкиваясь Правой рукой От пола Колено левое Разворачиваем Постепенно Стремимся В всю переднюю Поясом Стрелого бедра Расклить По полу Продолжение следует... Приподнимаемся Ставим правую ногу на пол Руки вперед Вдох Выдохняемся Грудью к полу По возможности Опускаем плечи на пол Правая подмышка В правой бульон И здесь Когда мы опускаемся Ниже, низ, ниже Нормально Если правая нога Немного отклоняется То есть здесь Патономически Невозможно сделать так Чтобы нога не отклонялась Когда довольно-таки Глубокий носок Если это легко Руки в сторону Грудью в полу Старается, чтобы влево-вправо Не завариваться Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приподнимаемся... Приподнимаемся... Мышцы вокруг колена Напряглись... Сохраняя этот тонус Мышц вокруг колена Пробуем выпрямлять Левую ногу Избегая переразгиба Отшагиваем правая нога Относить на себя назад Укладываем Внешнюю поверхность Левого бедра На пол И делаем голубя На левую ногу Ко мне спиной Левая нога 90 градусов Внешняя поверхность Бедра лежит на полу Левая рука Влево Вдох Выдох Не поднимая Левого бедра Колено правое Разворачиваем вниз Грудью Тянемся К центру голени Левая рука Ставим левую ногу На пол Проверьте Пятка левая Под левым коленом Руками тянемся Вперед Вдох Выдох Грудью тянемся К полу Опускаем руки На предплечье Левая подмышка К левой голени Или руки В стороны Грудью К полу Вдох 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 Вот здесь уже идет больше воздействия не столько на мышцы, сколько на саму сумку сустава Приподнимаемся, разворачиваемся вправо Сгибаем ноги в коленях, ноги как в Рудрасане, но сейчас будем делать всего в лом варианте Колени над пятками, голени параллельно, предупреждаем на полу, колени и бедра направлены в сторону пальцев ног Руки в воздухе, кубок внутрь, нижние ребра внутрь, убираем излишний прогиб в пояснице Замок рук наружу, руки вверх, плечи от шеи Колени толкаем назад в сторону спины, внешние ребра стоп толкаем в полу Выпрямляем ноги, опускаем руки на пол Следующее положение это не самоканасана и не просорита падатанасана Нужно встать ногами широко Но это еще не поперечка, не переживайте Здесь сложно сказать какое-то расстояние между ногами, это всегда немножко индивидуальная история То есть мы сейчас будем держать руки в намасте, расстояние между ногами должно быть такое, чтобы нам приходилось прикладывать усилия, чтобы не сесть поперечный шпагат Очень хочется уже, но пока еще нет Внешние ребра стоп в полу То есть в среднем это тройная ширина плеч между ногами Примерно 3 ширины плеч Спина параллельно с полом Но мы будем делать 2 повтора впоследствии, так что сейчас как раз попробуем Спина параллельно с полом, руки в намасте перед грудью Если легко, нужно чуть разъехаться ногами, чтобы стало сложно Опускаем руки Здесь в госпитале не держим долго, чтобы мышцы не перенапряглись Чуть-чуть и поднимаем носки Выдох, отдыхаем в поперечный шпагат Вес тела в руки Никуда не торопимся Мяско Пробуем разъезжаться, расталкивая ноги Если пока что поперечка это слишком Можно сделать мандукасану То есть опустить колени на пол Ноги 90 градусов или больше Таз, бедра в одной линии И так разъезжаться Разберемся, потом Сейчас сделаем Все, можно здесь поперечный Так, кто делает соответственно мандукасану Вы держите мандукасану Кто делал поперечку, чуть стягиваем ноги Чуть приподнимаем таз Просто вот варианты работы здесь Либо в мандукасане Коленями цепляемся за коврик Либо вот в недопоперечке Таз в воздухе Цепляемся пятками за коврик И теперь в своем варианте стягиваем ноги друг к другу Так, чтобы внутренние поверхности бедер напряглись А теперь с выдохом мягко расталкиваем Колени или ноги в сторону Никуда не торопимся Надо делать предельного варианта Соответственно, кто делал поперечку, бедра опустились Вначале опускаем носки И ложимся на ноги Стягиваем то, что осталось от ног Не переживайте Потом еще все равно будет один повтор И здесь, опять же, естественно, очень хочется какую-то компенсацию сделать Ноги уже Разворачиваемся вперед в правой ноге Накручиваемся на правое бедро И еще 90 градусов вправо То есть мы с вами вчера этот крест бедер делали Ноги пробуем разводить дальше в стороны друг от друга Или сохраняем вот этот базовый вариант Здесь могут быть разные варианты работы Можно, например, согнуть правую ногу коленом в сторону головы Левую руку завести за правое бедро Да, грудь вправо, право рукаве И вот здесь нужно самостоятельно поискать чуть положение таза Ниже, выше Бедро больше докрутить Здесь можно найти очень интересное вытяжение по правым тазобедрям То есть там грушевидная мышца интересно вытягивает Как вариант, можно сделать займок рук под бедром за спиной Разворачиваемся вперед в правой ноге Разворачиваемся вперед к правой ноге Правую ногу уводим назад и вверх Собака мордой вниз До планка Правая нога в воздухе Пупок внутрь Макушка вперед А лучший четуранга дандас С поднятой правой ногой Собака морда вниз Правая нога снова вверх Правая нога вперед Откатываемся на левое колено Правая нога подсогнута Выводим правую ногу вперед Подсогнута Левая нога на носке Представляем, что Переди нас Скала Позади нас скала Между нами обрыв Нам нужно упереться ногами в скалы Выдох, расталкиваем ноги В полсилы аккуратно Мулабанку с лица убираем Спокойно дышим Никуда не торопимся То есть опять же Мы помним, что На самом деле Мы можем глубже Вот эти болезненные ощущения В том числе Это мышечное сопротивление Как защитный рефлекс организма Спокойно дышим Отпускаем болезненные ощущения Предельного варианта не надо делать Мы делаем вариант предпредельный В котором мы можем подышать Поработать Приподнимаем таз Сейчас вот мы приподнимаем таз Не должно ничего тянуть И закрепляем вчерашнюю работу Сгибаем правую ногу в колени Правой пяткой цепляемся за пол И левым коленом Можно приподнять даже левый носок над полом И теперь ноги стягиваем Подтягиваем друг к другу В пол силы А теперь снова вспоминаем Про вот эти два Про этот обрыв Выдох Расталкиваем ноги Аккуратно Тоже в пол силы Нечрезмерно Если бедра не опустились То соответственно Мы пока дышим Отпускаем напряжение Чуть-чуть пробуем ногами Расталкиваться В пол силы Если бедра опустились Так же как вчера Левая на носке Левое бедро внутрь Правую ногу стягиваем В правую ногу стягиваем В правую зазобедриваем Та стараемся за ты Можно пробовать чуть-чуть склоняться на ногу Углубляя броню В варианте Когда уже бедра на полу Здесь идет обратная работа Не расталкивание ног Отстягивание ног Сгибаем правую ногу Уводим правую ногу назад Возле бревна Балас Морально готовимся Ко второму подходу На поперечку И продольный На вторую сторону Приподнимаемся Виньяса Чутранга Удхаму кашланаса на выдох Адхаму кашланаса на выдох Теперь левая нога Но на поперечку Работа та же самая Мы разворачиваемся вправо Теперь уже знаем Какой пример должно быть Расстояние между ногами Чтобы нам приходилось Прикладывать усилия Чтобы не разъехаться Внешний ребра стоп в пол Колени подтянуты Спина параллельно с полом Руки на песке Опускаем руки И соответственно Кто делал мандукасану Поперечка на колени Делаем мандукасану Кто делал поперечку У нас чуть-чуть не поднимаем Вес тела в руки Больше отдаем Аккуратно Избегая чрезмерного сопротивления Начинаем развиваться То есть вот если начинать Сильно тянуть Значит нужно приподняться И пробовать продышать И вес тела вводить в руки больше Если ноги опустили Тогда можно Носки опустить Лишь Так подержать В своем варианте Или мандукасана Или поперечка Приподнимаем таз Цепляемся Пятками Или коленами За голову Стягиваем ноги Внутренние поверхности Бедер напрягаем Выдох В своем варианте Аккуратно располагается Продолжаем У кого бедра опустились Теперь обратное положение Садимся на седалищные бугры Носки вверх Вертикально Колени вертикально вверх Здесь не должно быть Устойчивого положения То есть это имеет Такой легкий баланс На седалищных буграх Садимся Руки на носки Если мы сели Нам удобно Это немножко не так Ты сидишь А нужно Самаканасана Самаканасана Это положение Когда носки вверх Колени вверх Это самаканасана Когда носки на полу Это поперечный шпагат Самаканасана Это конкретное Фиксированное положение В йоге определенное Это именно носки вверх Колени вверх То есть Можно назвать поперечный шпагат вариаций самаканасан, но самаканасан это конкретно фиксированная астана. Так же, как хануманасана, это именно положение с вертикальной спиной. Собираем то, что осталось от ног. Разворачиваемся к левой ноге вперед. Накручиваемся на левое бедро. Компенсация. Опять же, можно попробовать развести ноги дальше в сторону друг от друга, стопы на внешних ребрах. И можно остаться в этом положении. Или, например, попробовать согнуть левое колено вперед в сторону именно головы. Правую руку заводим за левое бедро. Грудь влево, левая рука вверх. Или, если делали на предыдущую сторону, замок рук под бедром за спиной, замок рук под бедром за спиной. Раскручиваемся вперед к левой ноге. Собака морда вниз, левая нога вверх. Вдох, планка. Левая нога в воздухе, пупок внутрь, плечи от шеи. Или, чатуранга, левая нога в воздухе. Собака морда вниз, левая нога вверх. Левая нога вперед. Немножко другой, то есть мы делаем сейчас немножко другой вариант входа, не такой, как мы делали вчера. Откатываемся на правое колено, левая нога подсогнута. И согнутую ногу выводим вперед. То есть здесь, ну, как бы в предельном варианте мы провязываем максимально тазом вниз, насколько это возможно. Но левая нога согнута. То есть это вот такой вариант, когда ты не можешь не включить рецепропное торможение. То есть нога согнута, а теперь в этом положении мы именно выпрямляем ногу. Толкаем ногу от себя, расталкиваем ногу. Это автоматически включает рецепропное торможение. То есть ноги были согнуты, сейчас мы расталкиваем ноги. Особенно для левой это будет рецепропное. Дышим, никуда не торопимся, болезненные ощущения отпускаем. Если очень больно, то лучше приподняться, подышать и пробовать именно естественным образом входить в асану. То есть через то, что мы продышали мышцу и расслабили, тело естественно входит в более глубокий вариант. Правое колено вниз, правое бедро внутрь. Подтягиваем ногу чуть к себе, преднапряжение. Левую ногу сгибаем. Правым коленом и левой пяткой цепляемся за коврик. Вдох, стягиваем ноги друг к другу. Так, чтобы задняя поверхность левого бедра напряглась и передняя поверхность правого бедра. А теперь выдох, снова мягко расталкиваем ногу. Если бедра не опустились, можно сохранять легкий наклон туловища и аккуратно раздвижаться. Если бедра опустились, левую ногу стараемся втянуть в левый тазобедренный очень аккуратно. Правый тазобедренный вытолкнуть вперед, носком отталкиваясь толкать его вперед. Если бедра закрылись, руки вверх. Собираем ноги. И снова компенсация. Назначаем для вас. Пользуем беон. Собака молодым. Собака мордой вниз. Подшагиваем ногами к рукам. По сторонам ногами перешагиваем руки. Руки заправляем как можно глубже под ноги за ноги. Не в стороны под колени, а именно локтями назад под ягодицы. Переносим вес тела на руки. Приподнимаем ноги на пол. Если это сложно, бакасану. Если это получилось, перекрещиваем голями куда-то. Плечи от шеи, лопатки слоем. Если это все легко получилось, тетипхасана, пробуем выстремлять ноги. Попчик назад и вверх. Плечи от шеи, лопатки пробуем сводить. Уходим ноги назад. Ложимся на живот. Ложимся на живот. И закрепим вчерашнюю работу с плечевыми суставами, с вистикасами. То есть то, что на раскрытии, ну, словно раскрытие грудной клетки, на работу с плечевыми поясами. Правая рука вправо. Ладонь на горизонтальную линию с олбом. От соседа можно. Вдох, выдох, переворачиваемся. На правые ноги ставим на пол, накручиваемся на правое плечо. То есть опять же, здесь тетипхасана, было преднапряжение мышц, мы преднапряжение передней дельфы и мышцы груди. А это, соответственно, уже вытяжение. Спокойно дышим, болезненные ощущения отпускаем. То есть вот опять же, да, на церкви, если это направление подвижности идет туго, оно будет, опять же, в том числе ограничивать наш прогиб. И это все ответит опять же о том, что это какой-то стресс, блоки зажима сформировались в области плечевого пояса. И здесь, чтобы это проработать, например, можно опять же делать всевозможную разную суставную гимнастику на плечевой пояс. Все вот эти варианты, которые мы с вами сегодня делали, когда, например, мы сжимали ладони, раскрывали грудную клетку, округляли, сжимали, раскрывали, да. И, соответственно, потом, например, мы вот этим вытяжением это закрепляем. Раскручиваемся, ложимся на живот, повторяем на другую сторону. Левая рука влево под соседом. Проверьте, что левая рука лежит на уровне с лбом. Не с плечом, а чуть выше на уровне лба. В рядах накручиваемся на левое плечо. Еще чуть-чуть. Левая рука влево подошла. Раскручиваемся, ложимся на живот. И дальше связка, так как вчера. То есть мы вытяжение этих мышц закрепляем укреплением мышц противоположных. То есть мышц антагонист задняя дельта плеча, да, мышцы между лопатками, там, средняя трапециевидная, ромбовидная мышца. Лежа на животе, пупок внутрь, мулабанха, нижние ребра из-под себя. Приподнимаем ноги над полом, грудь над полом, руки в стороны, над соседом. Ладони вперед, больший вверх. И таким образом жмем руки вверх через стороны, так чтобы задняя поверхность плеча была в тонусе, напрягалась. Ладони вперед, больший вверх. Пупок внутрь, макушкой вперед, пятками назад. Если это легко получилось, руки вперед. Не будет, не надеетесь. Хорошо, колени на пол. Откатываемся на колени. Маржориаса, на которой мы с вами делали вчера, только в вариации. Руки вперед, вдох. Выдох, провисаем в плечевых суставах, тянемся лодом к полу. Если нет проблем с шеей, с кровоснабжением головного мозга, тогда подбородок на пол, грудью к полу. И здесь, стараясь не разводить локти, мы добавляем сегодня еще такую работу. Ладони в намасте. Не разводя локти, намасте тянемся в голове. К лопаткам. Прожимаем подмышки ниже. Это один из вариантов работы в контексте, например, кольцевых прогибов будет. Хорошо. Подтягиваем руки к себе, садимся на пятки. И здесь сделаем еще одно такое движение. Оно, опять же, не всегда актуально напрямую в контексте прогибов. Я потом объясню, почему в теории. Но оно интересно именно с точки зрения вообще в общем раскрепощении плечевого корпуса, плечевого пояса. И в контексте вот именно определенных входов в кольцевые прогибы, там это направление имеет место будет. Руки в стороны. Мы будем делать грудасы. Правая рука сверху, левая снизу. Переклетаем руки. Ладонь к ладонь. Локти поднимаем на уровень с плечевыми суставами. А плечи при этом от шеи. И здесь мы будем работать с вращением плечевого сустава. И чтобы вот, ну, запомнить, да, как мы это можем потом, чтобы повторить. Если, например, сейчас мы наклоним руки влево, то ничего не происходит. Ничего не тянет, ничего не происходит. Центр. Выдох вправо. А вот вправо, уже в правом плечевом будет какое-то вытяжение. То есть мы левой ладонью жмем сверху на правую. Правый локоть подталкиваем чуть вверх. Чтобы появились болезненные ощущения в правом плечевом. Конечно, причиняем себе добро. Расплетаем руки. Левая сверху, правая снизу. Плечевый шею. И снова наклоняя руки вправо, ничего не происходит. Центр. Влево. Левый локоть подталкиваем вверх. Рукой правой сверху больше вверх. Плечевый шею. Центр. Расплетаем руки. Читуранга, выдох. Все через виниясы. Вдох. 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 опасаться. Правая нога согнута и вот здесь опять же та же самая история, что в фануманасе нам важно пробовать стараться закрывать таз. Мы правую ногу как будто бы втягиваем в правый тазобедренный, то есть правую бедиту от себя, а левый тазобедренный толкаем вперед, стараясь закрыть таз. Таз может приподниматься. Убок внутрь, ловко выходит на себя. Стараемся закрывать таз и вот это базовый вариант. Здесь же мы это положим. Можно немножко отклоняться. Но аккуратно следим за поясницей. Здесь все время тянем лобковый путь на себя. Если это получается легко, таз закрывается, мы сгибаем левую ногу, левой рукой сбоку захват за левый голень, выталкивая левый тазобедренный вперед. Очень важно, таз не должен разваливаться сейчас в сторону. Левый тазобедренный вперед, правый годится назад. И опять же, можно остаться здесь. Или левой рукой снизу захват под левую ногу. И вот опять же, то движение, которое мы с вами сейчас сделали вращение, вот это раскрытие, вот здесь оно совмещается. Мы разворачиваем локоть вверх. Если это не получается, то вам это делается через ремешок. Подцепляемся ремешком и через ремешок разворачиваем. Потом ближе, еще больше, ближе, еще больше, ближе, еще больше. Если это получилось, правой рукой пробуем за спиной захватиться за правду. Очень важно, стараемся не разворачивать таз в сторону, но, наоборот, закрывать таз. Наоборот, закрывать таз. Наоборот, закрывать таз. И сейчас компенсируем прогиб наклоном к ноге. Наклоняемся к ноге. сейчас внезапно, вверх. Вперед. Вперед. О, удачи. Рыбак, расслабляем. О, по-салямам, легкость именно к ноге. Двы, подробно. О-а-а... Извините меня, бежал, будешь. О-а-а... Вы куча скульптиметом, И выдыхай. И выдыхай. Спасибо. Никогда в жизни этого не сделай. Никогда больше в жизни этого не сделай. Сейчас повторяем это всё на другую сторону. Собака, морда вниз. Вдох, планка. Вес тела на правую руку, грудь влево, вдох, левая рука вверх. Плечи от шеи. Левая нога параллельно с пол. То есть здесь, опять же, пока мы держим таз, он комментирует. В левой ноге, которая поднята, внешняя поверхность бедра напрягается. Мы её преднапрягаем. Потом в голубе это даст нам лучшее раскрытие левого тазобедрена. Тут лучшее вращение внутрь. Левую ногу выносим вперёд. Уже сонну. И снова. Здесь есть вот эта тенденция как бы развалиться и развернуть таз в сторону. Потом тоже в теории разберёмся, почему это нежелательно. Мы специально толкаем левую ягодицу назад от себя, а правый тазобедренный толкаем вперёд, закрывая таз. Пупок внутрь. Лобковую кость на себя вверх. Тянем лобковую кость вверх. Держим тонус низа живота. Можно чуть наклоняться или вертикальной толщиной, или чуть отклоняемся назад. Это базовый вариант. Если более-менее это легко получается, таз закрыт. Сгибаем правую ногу. Правой рукой справа захват за правое бедро. То есть потом тоже там разберёмся, что мы много делали подводящих по этому направлению. Можем не делать саму асану в принципе, но делать подводящие и постепенно подготовить тело к этому положению. Кто делал кольцевой, через ремешок или снизу, пробуем подхватиться под правую ступню. Развернуть правый локоть вверх. Левая рука может оставаться на полу или за спиной. Сделать надо. Подожди. Подожди. Она готова. Советую не сделать. Маш, ладно. А сюда с ней. Под тобой девушка как красиво стоит. Вот, вот, вот. Все, да. Маш, ага. Хорошо? Хорошо? Попробуем. Что такое? А! Вот, в смотрю 우리. Попробуем. Давайте поставим. Попробуем. Сверху, попробуем. 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 Не надо. Это, что нужно. Ну, давай, что мы так. Давайте два м hundred сантиметра осталось. Продолжение следует... 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 О, это колено? Да, это колено. А что с ягодами? Я не поняла, Глеб. Как делать? Отпусти русскую. Боже, кто любит. Спасибо. Да? Пойдем. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok На самом деле, вот то, что мы с вами делали, вот этот вот вариант выпада, вот он будет очень хорошим подведением, то есть это именно та работа, которая нужна тазобедренному, чтобы сумку сустава подготовить к вот этому направлению подвижности. Левая нога прямая, правая перешагивает в левую, артхаматсиндрасана, вытягиваемся в длину вдох, можно так же? Вдох, выдох, разворачиваемся вправо, правая рука за спину, левый локоть за правое бедро, банальная артхаматсиндраса. Вдох, выдох, разворачиваемся вправо, скрутка. Вдох, вдох, выдох, вдох. Направление у него нога за головой будет. Снова сгибаем левую ногу не полностью. И снова мы делаем преднапряжение. Правой ногой давим на левое бедро. Отталкиваем ногу от себя. Затем выдох. Тянем. Толкаем грудь больше голени. Дышим. Точно так же. Если грудь дотянулась до голени, то средний вариант это Агнистам Хасан. Пятка над коленом. Колено над пяткой. Голени от голени на клон. Бедро может быть чуть в воздухе. Но постепенно работаем с этим. И если это получилось, голод легко получался, если здесь все голени улюбились, тогда мы снова садимся, выпрямляем левую ногу. И уже теперь можно немножко расправить бедро. И тянем вначале пяткой к колбу. Но стараемся колено назад не уводить. То есть вот голень всю тянем к себе. Пяткой тянемся к колбу. Или потом именно голень пробуем заводить за голову. А потом? А потом? Поднимешь? Даже на мазу спигу. И за голову. Под сумку кто-нибудь купил. А не надо. А может быть и нет. Где стопа? Больше твою руку чувствую, чем спускай. Улыбаемся и Машем. Улыбаемся и Машем. Лично. Чтобы я только поеду. Чтобы я только поеду. Чтобы я истеку лопатки. Сразу легче становится. Слабся. Выпустись. Ой. А на 3 раз так сразу легче становится. Сверху лопатки. Сверху лопатки. О, и отпускаем. А где еще? Какого зума? Мога. Все? Да можно? А я что, я не знаю, куда? Выпрямляем ноги, сгибами колени стучим по полу к басовому напряжению с ноги, руки за спину, пальцами вперед, вдох выталкиваем ноги. Снимаем таз вверх, курутонасом, лопатки сходим, смотрим вверх. Как вариант, правая нога теперь в воздухе. Опускаемся. И теперь левую ногу тянем на себя. Замок, рук за левую ступну. Выдох, выпрямляем левую ногу, нижние ребра вперед. Вдох. И с очередной выдохом тянем ногу на себя. Наблюдаем за процессом вытяжения. То есть, опять же, отмечаем, как происходит процесс вытяжения, как мышцы реагируют на вытяжение. Мышцы в ответ на вытяжение сопротивляются. Мы это сопротивление пробуем изнутри отпускать. Отпускаем ногу. Пробуем без помощи рук тянуть ногу ближе к себе. Появится тонус в области левого тазобедренного. Сохраняя этот тонус, и рукой, и ногой тянем ногу на себя. Сгибаем левую. Левый голеностопный сустав укладываем на правой коленной чашечкой. Руки за спину. Не полностью сгибаем правую. Преднапряжение. Левой ногой давим на правое бедро, отталкиваем ногу от себя. А теперь выдох. Подтягиваем правую ногу ближе. Нижний ребр толкаем вперед, тянемся грудью голень. Дышим, держим это положение. Соответственно, усложнение. Если грудь достала до голени, мы разворачиваем грудь вправо. Левым локтем упираемся в центр стопы. Нижний ребр вперед. То есть здесь тенденция сутулится, а наоборот мы толкаем нижний ребр вперед. Потом ладонью к стопе пробуем под спицей. Выталкиваем нижний ребр вперед и тянемся подмышкой ближе к стопе. Кто-то легко сделал, пробуем баланс. Руки перед нами. Две ноги на левый 30. И, соответственно, потом, опускаясь, подмышка еще ближе к стопе. И уже пробуем, то есть подмышка к стопе, пробуем левой рукой зацепиться за левое бедро, например. Левая ладонь за левое бедро. Челюсти? Или за коленой. Так. Еще. Еще. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Раскручиваем... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Выпрямляем ноги. Сгибами колени стучим по полу. После асимметричных поз выравниваем ощущения в тазобедренных суставах и ногах. Самая простая, банальная, почти мотанасана. Ягодицы из-под себя. Чуть сгибаем ноги в колени. Руками захват сверху за стопы или сбоку. И делаем тоже, опять же, для формирования навыков именно в контексте после асимметрической релаксации. Вначале пятки тянем от себя, мягко прогибаемся, взгляд межброви. Так, чтобы задние поверхности бедер напряглись. Затем выдав, толкаем пятки от себя, низ живота, толкаем бедра, плеча, шея, наклон. Держим это положение. Соответственно, в своей практике или преподавании, если наклон дается тяжело, это связка с преднабрежением повторяется 2-3 раза. Натяжение 2 дыхания, вытяжение дыхания 8. Сгибаем ноги в коленях 90 градусов, последние асаны. Руки уводим назад, пальцами назад. Приподнимаем таз над полом, выдох, выводим таз вперед, провисаем в плечевых суставах. Аккуратно выводим больше таз вперед, ниже провисаем в плечевых суставах. То есть непривычке должно быть очень больно. Потому что это не такое нетривиальное вытяжение плечевых суставов. Если при этом начинают болеть локти, то есть два варианта развития событий. Или можно чуть согнуть руки в локтях и так провисать в плечевых суставах. Или опираться на предплечье. Вытяжение будет менее интенсивным, но зато локти не будут болеть. Продолжение следует... Подтягиваем руки. Ноги 90 градусов перед нами, колени в стороны. Тоже не классическая асана. Большие пальцы в кулаки, тыльные стороны ладони на ребра, по бокам. В универсальной йоге это упражнение используется, называется «Убираться на руку». Один локоть за бедро, другой локоть за бедро. Коленями сводим ноги друг к другу. Локти не должны сойтись. Если локти сошлись, нужно глубже заправить руки, чтобы снова было с чем работать. Данные асаны можно использовать в контексте раскрепощения плечевого пояса. То есть, если плечи зажаты... Ну, у нас контрфлоток предыдущий, в том числе, да. Отпускаем болезненные ощущения, расслабляем. То есть, допустим, опять же, в контексте прогибов, если плечи жесткие, зажатые, то и, соответственно, там не кольцевые, ничего, это не будет идти нормально. Вот такие вот всевозможные варианты работы, разные, будут раскрепощать, у чего ходит. Пятки в паку. Банальная, самая простая ободка канаса. Нижние ребра вперед, вдох, мягко прогибаемся. Выдох, толкаем колени вниз к полу, низ живота толкаем к стопу. Если это легко, руки за спину в замок, замок рук наружу, тянемся руками вперед. Продолжение следует... Из своего варианта приподнимаемся. Вдох, мягкий прогиб. Выдох. Кто делает перевернутые, любая перевернутая на свое усмотрение. То есть, от саламбасарвангасаны, баланса на плечах с опорой в березке, до, соответственно, стойки на голове, на предплечьях или на руках. Любая асана перевернутая. Кто перевернутый пропускает, опять же, любая асана на свое усмотрение, если вы ощущаете, что вам чего-то не хватило еще. Например, еще один подход на поперечку. Вы сделаете поперечку с шишем своей. Чтобы не хлеб. Посмотри, это говорилось. Что-то, 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 что-то. Что-то, 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 что-то. Продолжение следует... Продолжение следует...